Из-за нестабильной погоды в пяти областях Казахстана закрыли трассы, в том числе и в Павлодарском регионе. Синоптики предупреждают, грядет аномальное потепление, будет дождливо и промозгло. Все это уже отразилось на дорогах. Опрокинувшаяся фура, настоящий каток вместо магистралей и многое другое в нашем обзоре социальных сетей. Почти 15 тысяч просмотров. Автолюбители Павлодара делятся этим видео с места происшествия. Как сообщили в областном департаменте полиции, фура перевернулась на трассе Аксу-Ленинский. За рулем находился 53-летний мужчина. Его госпитализировали. Виной всему гололед, а это еще один пост в сети Инстаграм по той же теме. Это у нас основная Павлодар-трасса. Белый развертки. Вообще весело. Закрытые автодороги по направлениям в город Нур-Султан, город Караганду, проходящие через Павлодарскую область. На данный момент на автодорогах скоплений, автомашин и заторов информации оперативному дежурному кризисного центра департамента ПЧС не поступало. Однако в связи с ухудшением погонных условий в кризисном центре департамента развернут оперативный штаб. В официальном аккаунте телекомпании Ирбис в сети Инстаграм кипят страсти. Люди шокированы новостью о футбольном РТШ и Димитаре Димитрове. Болгарский специалист выиграл сут и теперь наказан клуб. А они люди, допустившую такую ситуацию. Сумма фантастическая, больше миллиона евро. За что такие деньги? Почему я не Димитар? Да уж, вот это деньжища. Много же квартир можно купить на эти деньги инвалидам, сиротам, малобеспеченным. А им за что? Они же все время проигрывают. Многие еще не поняли, что возмещение будет из бюджета области, а значит мы еще вспомним Димитара. Еще одна обсуждаемая новость в социальных сетях. Казахстанская чемпионка по смешанным единоборствам из Павлодара вошла в элиту бойцов ММА. Мария Агапова подписала контракт с UFC, организацией, которая является крупнейшим промоушеном в мире. С большой вероятностью ее первый поединок состоится уже этим летом.